очень короткий репортаж белокрылые клесты в москве сегодня 23 ноября суббота уже отметилась пару десятков фото охотников снимали белокрылых клестов вместе с ними на елях держится и клесты еловики но от них они несложно отличаются две белых полоски эти две белых полоски есть как у ярких самцов так и не очень ярких самок и у молодых птиц тоже эти две белые полоски на крыльях есть по которым можно отличить белокрылого клеста белокрылый клест самый маленький из наших клестов и один из самых редких в москве последний раз видели очень давно ну может быть кто-то встречал но так чтобы хорошо можно было понаблюдать и сфотографировать таких случаев я не припомню днил давыдов заметил этих клестов и рассказал об этом на своей страничке фейсбуке конечно же все кто мог уже отметились в будни и вот выходные тоже все стараются поснимать пока они есть едят они преимущественно какие-то американские что ли ели то есть не наш необыкновенные хотя хотя когда когда другого нет они могут и еловые шишки тоже обрабатывать но у них к листы клюва послабее чем у клестов еловиков поэтому вот они отдают предпочтение шишкам лиственницы ну и вот таким каким-то экзотическим шишечкам которых наверное чешуйки помягче держатся они рядом с главным зданием мгу рядом с памятником ломоносову периодически прилетают улетают тут еще и сапсан держится тоже может быть они его немного боятся ну а пока белокрылых клестов нет можно поснимать тут и сойка почти ручная и дроздорябинники еще держится и несколько скворцов даже поют на солнышке шишками занимаются помимо клестов еще и московки пухляки да и грачи еще держится 23 ноября очень много врачей галок 15 декабря уже по снегу грачи продолжают промышлять на газонах в окрестностях главного здания мгу вместе с грачами держатся и галки ягодами и яблочками набивают брюхо дрозды рябинники а скворцов к середине декабря стало еще больше интересы и вкусы у скворцов сейчас совпадают с дроздами ну вот у белокрылых клестов перерыв на обед довольно прохладно сегодня отрицательная температура вот и не лежит этот самый не служит к листам источником влаги питание семенами усиливают чувство жажды клестов будь на ветвях деревьев снег птицам наверное не нужно было бы слетать на землю за питьем но пока в бесснежье приходится довольство цинием на траве впрочем у клестов есть и другие поводы чтобы оказаться на земле или на стенах человеческих построек это нехватка минералов клесты даже едят соль на дорогах и снег смоченный мочой млекопитающих помните классическую рекомендацию насчет не соленого свиного сала для синичек это рекомендация в силе просто у клестов свой рацион и они лучше нас знают когда и сколько соли и нужно съесть не хватает к листам и других минералов тогда они клюют штукатурку или кирпичные стены точно также ведут себя воробьи они же тоже зимой переходит почти полностью на питание семенами мелкие песчинки и камешки нужны всем зерноядным птицам они помогают перетирать семена в мускульном желудке да если вы помните мое видео про клестов еловиков которых я всем рекомендовал обязательно понаблюдать в главном ботаническом саду то клесты белокрылые ни в какое сравнение с ними по редкости не идут поэтому поэтому если клестов еловиков можно было и пропустить в каком-то смысле то вот белобровиков обязательно нужно понаблюдать всем пока всем добра с вами был Василий Вишневский удачи! а Продолжение следует...